Солдаты и офицеры, встречаясь друг с другом, обнимались, целовались, ничуть не смущая слез. Бойцы шутили, у всех было веселое, даже беззаботное настроение. Повсюду красные флаги, не слышно выстрелов, колонны пленных гильдеровцев бесконечными серыми лентами тянулись по разбитым улицам Берлина. У нас возникли подозрения, что среди гражданского населения могло быть много переодетых гильдеровских вояк. Мы были готовы к любой провокации. Многие берлинцы сразу приступили к расчистке улиц от завалов, щебня, противотанковых ежей. Мы по-прежнему охраняли развалины дворца. Приезжали и уезжали офицеры, штабов дивизии, корпуса ярмей, съискали труп Гитлера. Надо сказать, что без разрешения полковника Шевцова к имперской канцелярии мы никого не подпускали. Я лично строго следил за соблюдением установленного порядка. 4 мая после обеда, получив разрешение у полковника Шевцова, я с командирами РОД совершил экскурсию по городу. Мы осмотрели Рейстаг – мрачное листворение поверженного фашистского режима. Нам давно хотелось взглянуть на него, исковерканные бомбами и снарядами, почерневшие от гары и копоти с изродованными статуями бывших правительств Германии на фасаде. Здание Рейстага представляло собой унылое и безотратное зрелище. Стены, колонны, двери и даже полы были вкрызь и сквозь испрещены надписями. Много, очень много было надписей. Естественно, и мы оставили свои фотографии. Каждый из нас написал свою фамилию. Продолжение следует...